Здравствуйте, друзья! Проклятие Изиды. Хоррор, высший в 2003 году, разработанный британской студией Asylum, России издан новым диском. События игры развиваются в самых разнообразных местах. От темных грязных улиц викторианского Лондона до запутанных лабиринтов и египетских пирамид. Безумные хладнокровные монстры, зомби и восставшие из гробниц мумии преследуют героев по пятам. Расправляться с ними придется варварскими методами. Многообразие старинного оружия, представленного в игре, приятно удивить даже самого искушенного игрока. И пути к цели Дарьяну и Виктории мешают еще один негодяй и его банда. Цель Бупо. Во что бы то ни стало, заполучить статуэтку в свою коллекцию. Помогать, а иногда и подводить отважную пару, будет преданный, но постоянно исчезающий по своим делам помощник Абдула. Без содействия которого во многих ситуациях просто не обойтись. Пример для того, чтобы сохранить игру, нужно поговорить с Абдулой. Вот только найти его в запутанных лабиринтах будет не так просто. Это описание от издателя сайта игры. Особенности продукта. Великолепный сценарий, захватывающая комбинация ожидания, ужаса и действия. Анимационные ставки на движке игры, поразительные спецэффекты и интуитивное управление. Разнообразный арсенал оружий от изящного револьвера до огнемета. Многочисленные враги, оживленные древним проклятием. Большое количество доступных предметов. Возможность управлять двумя персонажами одновременно. Сверхъестественный враг. Проклятие может селяться в мертвые тела и оживлять их. Вы никогда не будете знать, чего ждать от этой темной силы. Системные требования Windows 98, процессор Пенсиум 3,600 МГц, 128 МБ оперативной памяти. Видеокарта 32 МБ памяти. Начинаем. Уровень сложности. Здесь почему-то нет среднего, есть легкий и тяжелый. Я тренировался на легком и скажу вам, что на тяжелом играть не стоит. На легком-то впритык лечения хватает, а на тяжелом это уже для мазохистов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Простите, сэр, но музей уже закрыт для посещения. Не беспокойтесь, меня должна встретить моя коллега. Она обещала организовать предварительный просмотр. Боюсь, что сегодня вечером у вас не получится, сэр. И возможно, открытия не будет и завтра. Весь персонал музея помогает нам решать наши проблемы. А теперь, сэр, идите домой. Мои офицеры разберутся с ситуацией. Мои офицеры разберутся с ситуацией. Продолжение следует... действие происходит в конце девятнадцатого века я вот думаю в настройках наверно надо громкость от громкости не регулируется громкость голоса начинаем осматриваться табличка сообщает что новая египетская коллекция должна открыться завтра как вы поняли проклятие было в древней египетской статуэтки которую не не никто не непонятный пытался похитить тяжелый дубовый стол бороздки и царапины окружают медную замочную скважину на одном из верхних ящиков кто-то пробовал взломать его здесь заперто это вход в атриум тут есть дверь я не вижу нихрена темно дверь и сейчас я немножко шторы задвину тут катастрофическая нехватка света в игре правда не особо то помогло вот это единственная дверь который мы вроде как должны зайти нет в нее тоже не заходит что я не понял за эту дверью находится музейный атриум но вы не можете пройти без ключа а подождите здесь где-то должен быть ключ или что-то в этом роде я немножко тренировался но уже подзабыл а вот на столе что-то лежит вы нашли масляную лампу вы хотите взять ее это масляная лампа так все-таки почему-то эта дверь не открывается о видимо без света она не открывалась на 2 лампу подобрать женские общественные туалеты дверь заперта с другой стороны значит он кто то есть мужской то ли по моему здесь что-то должно быть вы нашли ментоловую фланельку вы хотите взять ее до ментоловая фланелька она помогает снять с нас проклятие тут есть такие проклятие она виде такого облака представлены и если ты это проклятие подсватишь то начинаешь терять здоровье применив ментовую фланельку до вылечиваешься такого проклятия вот это переключающаяся камера она постоянно сбивает с толку то есть ориентироваться здесь крайне сложно меня зовут абдул уахит сэр для меня было счастьем работать с вашим отцом во многих его экспедициях моей стране вы знаете моего отца я никогда не слышал чтобы он говорил о вас хотя он всегда говорит не очень вразумительно вот дарья но он знал меня достаточно хорошо чтобы снабдить этими бумагами посмотрите они написаны его рукой вы должны взять их и быстро прочитать так как его слова помогут вам гораздо быстрее чем мои я прочитаю их как только смогу но у меня сейчас другие проблемы я ищу свою подругу мисс викторию сатан а мисс сатан недавно я виделся с ней в библиотеке однако я полагаю что смотритель ким был уже за пират рюм и это единственный проход пожалуйста если я еще могу вам чем-нибудь помочь я могу позаботиться о ваших вещах или помочь советом вы всегда сможете найти меня здесь у этого чувака можно сохраняться это порт с консоли поэтому в любой момент здесь сохраниться нельзя давайте прочитаем документы которые письмо от отца от отца нашего героя 19 января 1869 года мой дорогой дариан дариан это главный герой которым управляем потеряно столько времени даже самых своих бредовых кошмарах я не мог представить что не увижу тебя перед смертью я чувствую ее так как мои силы и решимость на исходе сколько же тебе теперь лет 8 нет 9 сколько приключений мы могли бы пережить то что ты увидишь в жизни я даже не могу представить и то что ты пойдешь по жизни без тех кто подарил тебе жизнь причиняет мне большую боль большую боль чем те неприятности которые меня ждут на закате моих дней я всегда с теплотой вспоминаю мою дорогую сестру элизабет которая заботится о тебе с того момента как меня лишили свободы в этом отвратительном месте она обещала мне что расскажет тебе все почему я попал сюда такой молодой как ты должен понять что погоня за знаниями может иметь большую цену единственное о чем я жалею то что она не согласилась снять запрет на наше свидание я утешаю себя мыслью что ты не будешь жить с ложью о том что случилось со мной в больнице мне запретили продолжать мое исследование они не понимают что наша работа должна быть закончена в самые короткие сроки они называют себя докторами варвары я не могу рассказать себе что они делают с нами во имя науки и это меня не считают безумным они уничтожили бы всю мою работу если бы не мой журнал который как я знаю находится в безопасности у моего компаньона абдула как моего компаньона абдула я полностью доверяю ему так как он был с нами когда было выпущено зло которое разрушило нашу семью он один сможет помочь себе дарья он простил просил простил меня за то что я сделал так как знает что это было не мое желание поступать так как я и он будет доверять моему сыну если бы я знал тогда что я знаю сейчас дорогой дарьян ты должен продолжить нашу работу ваша мать моя возлюбленная жена знала что мы действуем правильно я знаю что ты победишь там где я потерпел неудачу что ты исправишь ошибки которые мы сделали дарьян мой сын на нашей семье лежит проклятие ты один можешь остановить безумие и ты должен сделать это до того как она завладеет тобой но не стоит недооценивать его мощь будь самим собой любящий тебя отец стенды дэйн смотрим прочитали что-нибудь еще есть вы нашли ментоловую фланель нюхательная соль нюхательная соль это просто лечение она восстанавливает 50 процентов здоровья что делает фланелька я уже объяснил ну раз уж мы у абдуллы давайте сохранимся так проклятие музей это это то где я тренировался хотя ладно я не буду сохраняться в принципе ничего страшного не должно произойти в ближайший час а серии будут по часу так что мы в итоге мы пришли что он нам сказал мы ничего не получили кроме документов карта документы из предметов только лампа соль да мы никаких ключей не получили от него дождите я не понял куда идти то нет 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 там сейчас нужно возвращаться откуда мы пришли мы там пропустили кое-что вот я сейчас открывал карту поскольку камера постоянно переключается то сориентироваться куда мы идем вообще невозможно нам придется то и дело смотреть в карту буквально каждые 20-30 секунд это так выбешивает а карта не масштабируется не скроллится ничего сюда мы можем зайти опа вы видели там ноги промелькнули но этот хоррор он вообще не страшно абсолютно не страшно типа мы должны пугаться сейчас ой 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 как страшно ладно могу сказать что не за всю игру ни разу я здесь не пугался черт побери констебр мертв нет никаких признаков насилия только выражение ужаса на его лице вы нашли дубинку подобрали дубинку теперь у нас есть первое оружие сразу можем снарядить ее потому что она нам скоро пригодится что они будут что они будут что они были не что они что они что они что они вот и все совсем не страшно согласитесь 3-4 удара дубинкой он валяется вот это вот облако это и есть проклятие которое оживляет мертвых и забегая вперед скажу что она даже неодушевленные предметы может заставить двигаться вот еще один стал вы нашли ключ от навесного замка это нам и было нужно пожарная лестница заперта отсюда нельзя попасть назад на улицу вы должны вернуться тем же путем что и пришли вон он стоит ждет нас помощи навесного замка мы теперь сможем открыть дверь в главном холле запертую на этот самый навесной замок видели дверь сама закрылась страшно да так надо отходить потому что после него выходит облако вот этого проклятья и оно снимает здоровье что-то еще один стоит четыре удара им требуется сейчас облако выйдет я тело обущу нюхательный табак нюхательный табак 50 процентов здоровья восстанавливает вот дверь запертая навесным замком за этой дверью будка охраны но она заперта с внешней стороны это очень любопытно применяем на ней ключ ты видишь за статуей правда мою смену ты не получишь ключ от атриума нашли вы нашли ментоловую фланельку вы нашли какой-то документ всему ночному персоналу относительно новой выставки открывающейся в четверг мы получили сообщение что египетское посольство хочет направить своего представителя мистера абдула вахида чтобы он лично одобрил предпринятые нами меры по защите всех экспонатов особенно глаза и зиды поэтому всему ночному персоналу данные инструкции помогать в осмотре всех мест подлежащих охране эта выставка одна из самых ожидаемых в истории музей и мы не хотим чтобы наши гости испытывали хоть малейшее неудобство от принятых мер безопасности однако позаботьтесь чтобы весь персонал подтверждал свои полномочия в случае необходимости прохода в места с ограниченным доступом пожалуйста обеспечьте присутствие Виктора Кимбла начальника ночной смены охраны как и всегда только у него будет полный набор ключей от всех помещений выставки однако если в этом нет срочной необходимости то постарайтесь его не беспокоить поскольку приготовления к открытию выставки все еще не окончены помните что персонал музей будет постоянно работать в разрешенных местах вплоть до ночи открытия если у вас возникли сомнения то пожалуйста в любое время свяжитесь с мисс Викторией Саттон который знает весь персонал получивший доступ к работе в ночное время и наконец хочу вам напомнить что отдыхать можно только в комнатах для персонала если я еще раз увижу что кто-то оставляет кружки на стеклянных витринах выставки то к нарушителям будут применены самые строгие меры наказания вплоть до увольнения так же как и к тем кто будет пойман дремлющим у пожарных лестниц или в общественных туалетах еще раз напоминаю вам обдительности это все Натан Вольф директор музея докладная ночной смены за пятна чаем записка охраны что интересно здесь вещи можно складывать в инвентарь но нельзя выкладывать и инвентарь может переполниться вот и выкладывать их можно только только вот тому абдуле у которого можно сохраняться атрюм применяем за ключ атрюм 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 Вы нашли записку. Хотите её взять? В следующий раз я не промахнусь. Таинственный незнакомец с чёрным. Это было оставлено таинственным вором. Выстрелил в нас из арбалета. Кстати, стрелу-то тоже можно забрать. Серебряные арбалетные стрелы. И тут в этой игре аж целых три вида стрел. Обычные, серебряные и ещё какие-то. Каждые хороши для борьбы с определённым типом монстров. Это вот и есть проклятие. Вы чувствуете холод, зло, но всё же вы очарованы неземной аурой. Не поддавайтесь. Вот эти вот облака. Они отнимают здоровье. Ну, собственно, из-за них мертвецы и встают. Эта дверь не откроется. Но она, может быть, откроется позже. Посмотрим. Так что здесь есть? Тут какая-то дверь должна... Ага. Нам только в одну сторону. Выставка пыток. Вековая история насаждения законностей и порядка. Сюда тоже нужен какой-то ключ. Сейчас будем то и дело смотреть на карту. Здесь элементарно заблудиться. Именно из-за переключающегося ракурса камер все проблемы. Заперто. Как говорили в Визар-3-8. Мы сейчас будем то и дело... А карта неудобно открывается через инвентарь. Ну, значит, нам только наверх. Больше некуда. Эту дверь мы уже пробовали открыть. Музей естествознания. Выставка, охватывающая весь мир. Паразиты с чудесам природы. Ну, хоть эта дверь открывается. Почва высохла, а листья изъедены паразитами. Тот, кто заботился о нем, пренебрег своими обязанностями. О, дробовик. Вы нашли винтовку. Вы нашли патроны. Возможно, эти головорезы здесь, чтобы украсть экспонаты. Но для кого? Напомню, наш герой пришел в музей для того, чтобы найти там свою подругу Викторию, которую мы еще в этой игре не только найдем, а еще и играть будем за нее. Кто бы сомневался. Так, мы попали на второй этаж. Сукин сын вооружен дробовиком. Вообще, здесь и дубинка, это хорошее оружие. Эй, ты! Вы нашли ключ от экспозиции пыток. Похоже, эти жлобы что-то ищут или кого-то. А, это, кстати, был живой, это не был мертвым. Так, ну он был вооружен дробовиком. Неужели патронов нет? Патронов нет. Ну что, нам сейчас нужно искать экспозицию пыток. Я, правда, не помню, где она находится. Так, здесь закрыто. В музее естественного знания, кстати, мы тоже так и не попали. Дальше коридоры не продвинулись. Ну вот опять, камера переключилась, и куда я бежал? Ну это не музей естественного знания, там табличка должна быть. Вернее, музей пыток. Слава богу, вы целый. Когда по дороге сюда я увидел тела, то подумал, что произошло самое ужасное. Вы нашли ключ? Так, это наш Абдула. Ну, сохраняться не будем пока. Хотя, почему не будем? Сохранимся. За это не наказывают. Применяем ключ. Сдирается, как будто за ним кто-то смотрит. Вот это музей пыток. А это, если кто-то не знает, железная дева, или кажется, эта хитроумная штуковина недавно сработала, но она крепко заперта. Страшная пытка была в Средневековье. Я эту ловушку видел в Пенумбре. То есть, это в форме человека вот такая вот хуйня, извиняюсь за выражение. Изнутри острые шипы. И человек, чтобы их не касаться, он должен постоянно стоять. Человек не может постоянно стоять. В конце концов, он устает. И в этот момент начинает расслабляться. И шипы в тело его втыкаются. Такая ужасно мучительная смерть. Какими ебанутыми люди были в Средневековье, если подумать. Просто ебанутые. Заживо сжигали. Хотя и сейчас такие мудаки есть. Я вот уверен, сейчас вот... Дай команду там, типа, убивать евреев. Я думаю, тут огромное количество людей пойдет убивать. И будут сжигать. У меня этот зомби просит освободить его из ловушки. Есть ржавая задвижка, используемая в виде затвора. Вы хотите открыть ее? Но это не мешает ему и безголовано на нас нападать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Железное дело. Так, давайте от нее подальше отойдем. Потому что она колючая. Можно пораниться. Ржавая рукоятка. Нашли ржавую рукоятку. Подождите, здесь же два тела. Наверное, ничего нет. Никто не заслуживает такого дьявольского отношения к себе. Здесь есть небольшое отверстие. Сейчас на него нужно применить вот эту рукоятку. Но по центру не вставать. Потому что нас может вот этот вот страшный меч порубить. Применяем ржавую рукоятку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Обратите внимание, как только... Как только вот это проклятие... Оно, видимо, все-таки разумное. Как только это проклятие понимает, что сейчас человек умрет, она покидает тело. Интересно, да? Так, сейчас нужно будет проскочить успеть. Вы нашли нюхательную соль. Патроны. В библиотеку. Открывайте! Да открывайте же! Черт, я почти достал ее. Быстрее, вы идиоты! Найдите ключ от этой двери. Я должен убедиться, что она больше здесь не пройдет. Сюда быстрее! Бля, здесь народу до хрена. Не дайте ему пройти. Бля, здесь ущидите. Нюхательная соль. Патроны. Я же третий убил. Ну, это не мертвые, это живые. То есть, здесь, помимо нас, есть банда каких-то злодеев. Так сказать, нормальных людей. Неповерженных проклятию. Здесь ничего не ценного. Главная лестница. Это мы оттуда пришли. А может и не оттуда. Нет, оттуда мы не приходили. Соблюдайте тишину. Впереди библиотека. Заперто. Заперто. А куда идти-то? Тут все заперто. Ну, я вижу какую-то дверь. В каком-то закутке. На карте. Вот здесь вот. В библиотеку. В библиотеку. В библиотеку. Сука. Сука. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Повсюду разбросаны бумаги, как кто-то убегал в большой спешке. О, ключ. Вы нашли ключ от ящика стола. Возможно, он подойдет к ящику в столе Виктории. А стол Виктории должен быть как раз в библиотеке. Еще здесь нужно на часы внимание обратить. Вот они. Не ходят, а на стекле есть небольшая трещина. Стрелки стоят на 20-26. Вы нашли клочок бумаги. 19 налево, 2 направо, 6 направо. Какая-то подсказка, я не знаю, для чего она нам пригодится. Но, наверное, пригодится. Похоже, это стол Виктории, но она заперла ящик. Может, вам удастся найти ключ? Ключ у нас есть. Вы нашли записи Виктории. Вечер среды и открытие выставки. Очень важные для меня события. Моя мать могла бы мной гордиться. Жаль, что она не может здесь присутствовать, чтобы увидеть этот момент собственными глазами. Труд всей моей жизни принести всем артефакты из склепа Сета. Все сразу, на всеобщее обозрение. Впервые за многие десятилетия. Теперь меня не могут остановить даже события последних нескольких дней. Письмо, которое пришло на мое имя от мистера Вахида, все еще озадачивает меня. Насколько я понимаю, он не пытался общаться со мной другим способом. Таким образом, скорее всего, он пытается запугать меня. Его предупреждение о проклятии из его письма, конечно, полный абсурд. Каждая предыдущая попытка представить с общественности предметы, найденные экспедицией моих родителей, срывалась под угрозы скандала или суеверий. Только благодаря моим усилиям гарантировано, что новую выставку не постигнет участь предыдущих. И все-таки, зачем ему втягивать во все это бедного Дарьена? Какие есть доказательства, что присланные им страницы действительно принадлежат к отчету экспедиции доктора Дэйна? Это полная бессмысльца. Неужели Дарьен не сказал бы мне об этом раньше? Есть ли у него вся информация о предприятии своего отца? Смерть наших родителей была несчастным случаем. Я знал об этом долгие годы. Перевод неправильный. Предположение чего-нибудь другого, а тем более действия сверхъестественных сил, настолько смехотворно, что не заслуживает внимания. Я напишу мистеру Вахибе, что хочу получить журнал целиком. Выдержки из него только усиливают мое подозрение, что все происходящее лишь грубая попытка помешать открытию выставки. Возможно, у Дарьена есть что-нибудь из собственноручных записей его отца, чтобы удостовериться, что журнал – это плод безумной фантазии. Даже если он сошел с ума, бедный Дарьен, как бы он отреагировал на такие скандальные слухи? Не существует никаких доказательств, что это имеет отношение к экспедиции, не говоря уже о Глазе и Зиде. 19.59. И напомню, Дарьен – это наш главный герой. 19.59. Полиция, однако, принимает происходящее всерьез. По пути на работу меня остановили, по крайней мере, четыре раза сотрудники музея, которые, несомненно, знают меня лично. Особенно учтивым был Виктор Кимбов, но он дал мне понять, что просто выполняет приказы. 20.00. Миф – это или реальность, но людей нервируют страшные сказки, рассказанные на ночь. Я только надеюсь, что это не повредит нашей выставке. 20.00. Только что приходил мистер Кимбл и сообщил, что полицейские пребывают в огромных количествах. Становится что-то очень шумно, особенно для библиотеки. Как здесь можно работать, я не знаю. Ситуация становится смешной. Может, на новой экспозиции будет потише. Интересно, что полиция… И на этом запись прерывается. Определенно, это почерк Виктории. Похоже, она уходила с пешки. Ах, похоже, мисс Сатан была здесь. Эти бумаги, без сомнения, ее. Но почему она бросила их? Боюсь, что она пошла на выставку. Если она почувствовала, что статуя опасности, то я думаю, она могла рискнуть. Вам лучше пойти за ней, но сначала проверьте библиотеку. Может, там есть что-нибудь полезное. Опять наш старый друг. Опять сохранимся. Он сказал осмотреть библиотеку повнимательнее. Главная лестница и экспозиции пыток. Что ты? Одна из этих ник слегка выступает. Вы хотите задвинуть ее назад? Да. Кто бы сомневался. Ой, еб твою мать. Вот сейчас немножко он меня напугал. Но напугал от неожиданности, не то, что он страшно. Субтитры сделал DimaTorzok. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот этот звук, он обычно означает, что что-то важное впереди нас ждет. Вы хотите опустить балконную лестницу? Вы хотите опустить балконную лестницу, чтобы быстро спуститься на первый этаж? Ну, давайте. Не, подождите, давайте я сперва вот эту комнату посмотрю. Потом опустим. Где вообще находимся-то? Ну, мы вернулись в итоге. О, подождите-ка. Вы нашли ключ от коридора западного крыла. Ключ от коридора западного крыла. Так, теперь осталось этот западный коридор найти. Я, честно говоря, плохо помню зрительно. У меня распечатаны карты, сейчас посмотрим. Ну, это точно куда-то вниз надо идти. Коридор западного крыла. Ой, нет, я так тут не сориентируюсь. Короче, надо двигаться куда-то на юг. Я помню, когда тренировался, я тоже очень долго искал этот коридор западного крыла. А, ну-ка. Вот сейчас вот наверх и направо красная дверь. Может быть, она? Не вот эта ли дверь? Да, она. А, ну-ка. ЭТОР О, ну-ка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, я оторванулся этой гадостью. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, давайте немножко отойдем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, куда дальше? Если мы пришли вот оттуда... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нужно на все четыре стороны идти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, мы поднялись по лестнице. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте пойдем вот сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь есть другой проход к Атриуму. Позже это может оказаться полезным. Позже, надо запомнить, что позже это может оказаться полезным. Ну, сейчас, я так понял, бесполезно, что ли? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, открывается все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потому что у меня ощущение, что мы здесь были. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да что ты, блин, я хотел табличку почитать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, здесь мы были. Понятно. В общем, нам тут пока делать нечего. Это главный холл. Вернее, это Атриум. Это Атриум, да. Мы здесь уже лазили. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Табличка. Табличка не читается. Так, значит, здесь надо запомнить, ничего нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Патроны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К выставке болезней и лекарств. Ну, тут по-любому закрыто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кажется, я там ни разу не был. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, я уже забыл, по какой лестнице я пришел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блядь, я не помню, туда ходил, нет? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ты будешь делать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ага, вот я поднялся вот оттуда, значит, нам вот сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ты будешь? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нюхательная соль не помешает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К залу поминовения. Тут тоже наверняка закрыто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хоть вы треснете, не страшно. Так, куда идти-то? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, давайте... А, нет, по этой двери я только что зашел. Давайте наверх. Посмотрим, что там. Доброет кубик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Патроны. Ментоловая фланелька. Ага, подождите, здесь мешает, видимо, туман. Тогда пока не будем туда идти. Ух ты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну да, нам тут всю сторону. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, вот камера переключилась, я уже не пойму, где мы находимся. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выставка отопительных систем. Смелое изобретение, которое изменит всю нашу жизнь. Туда нам точно пока не нужно. Там закрыто. Вернее, не то, что не нужно, там закрыто. Лифт на верхний этаж. Пожалуйста, не бойтесь, не пользуйтесь безобслуживающего персонала. Так, лифт нам тоже сейчас... Подождите, а что здесь тупик? А куда идти-то тогда? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, я сейчас гляну карту. Мы на втором этаже же, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На каком этаже? Хрен пойми. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лифт. Ну, наверное, нам на лифте спускаться, потому что больше некуда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте попробуем на лифте спуститься. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне вот интересно, неужели в конце 19 века, там, в 1890 году, в 1890 году, в 1890 году были лифты электричные? Если да, то респект, респект чувакам 19 века. Это же электричество хорошее должно быть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спустились куда-то вниз. И... Понятно, что мы спустились сюда не зря, потому что что-то происходит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сзади у нас дверь по-любому закрыта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опа, а здесь туман. Значит, туда мы сейчас не пройдем. Мумия, друзья, мумия. Что хуже, она очень много проклятий изрыгает из себя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас она дунет в нас вот этой своей гадостью, а мы ее будем сзади колошматить. Черт, их там сразу двое. Сучьи дети, отпустите, блядь. Отпустите, блядь. Я играю без сохранений, мать вашу. Так, давайте сожрем этот... Что-нибудь съедобное, потому что нюхательную соль применим. Я играю без сохранений, не дай бог, сейчас завалят. Это будет катастрофа. Вернее, нет, сохранений, но... Да, блядь, отпусти ты меня. Блядь, поливают проклятием со всех сторон. Тут придется амулет жрать. Вот у нас теряется здоровье, потому что... Нас прокляли. Видите, у нас теряется здоровье. В принципе, как вариант, можно фланелевую... Ментоловую фланельку применить. Или нет, подождите. Ну, нюхательная соль, лечение, ментоловая фланелька, да, наверное. Использовать. Нет, мы все равно теряем здоровье. Мы все равно теряем здоровье, я даже не знаю. Амулет. Вот амулет восстанавливает 75 здоровья и... Снимает проклятие, это факт. Ну что, давайте амулет тогда сожрем. Хуже нет, когда нападают по двое, по трое. Так, нас пугают. Наверху будет заперто, это понятно. Ну, нам, значит, куда? Блин, я не пойму, откуда мы пришли. Да, мы пришли оттуда, значит, наверх. Блин. Что-то я не врубаюсь. Направо будет закрыто. Значит, налево. Да что ты. Опять мумия, что ли? Нет. Да что ты. Опять подвое, да подвое. Может быть, их с дистанции? Давайте я их попробую с дробовика расстрелять. Давай." Попробуем. 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 сукины дети блять опять они меня траванули так давайте я попробую с дробовика поработать с безопасной дистанции так сказать расстрелять там пропал пропало проклятие так давайте я сейчас там быстренько сейчас сохранюсь и на этом закончим к я не до назад возвращаемся блять а ты кто такой что стоишь то здесь я не помню куда идти это заперто наверное ты мирный заперто вот 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 Блядь Куда идти? Все, я заблудился Вон он стоит Так, сохранились, друзья А на этом закончим Всем пока